Межконтинентальный заплыв Прасбасфор – легендарный старт для аматоров открытой воды. Как доплыть с Азии в Европу, что год у летний Стамбул проезжают плавцы за всякую свету. Все лето дистанция в 6,5 километров покорилась гамельчанам Татьяне Бабровой и Юрию Круталевичу. Под обязанностей в наступном сюжете. Супрацовница предприемства «Беларуснафта» Татьяна Баброва со спортом сябруя с детинства. У аматорским спортивным асяродзе она вядомая по забегах у паумарафонах. Идея перасек Чубасфор з'явілася в осенню минулого года. У интернеті Татьяна знайшла артыкул об людях, які перадоляли пралив і вырашила, что здольная на гэта. Такие великі дистанции, деяшые на открытой воде, Татьяна ранее не переплывала. Таму звернулася за допамогой до профессийного тренера. Ён допамогу дасканалі техніку плавання навучыў орієнтаванню і паводзі нам на открытой воде. Татьяна пришла в начале года, любитель, захотела проплыть Босфор. Я так удивился, думаю, как это вообще. Ну, по итогу поработали над техникой і получилось. Многі сдаються, не выдерживаються. Но ми тренировались именно на длинну дистанцію. Она плавала по полтора часа без остановок в бассейне. Выносливость обязательно на Босфоре, потому що дуже большое расстояние. Но ещё должен быть развитый спринт, потому что там надо заплыть в течение і выплыти з нему. Это вот самое основное. Упрызначенный час усіх удзельніков, 2400 члавек, погрузіли на кораблі і адвезли укропку старту – азіатську ўчастку Турецкага Стамбула. Адзін за адным смельчаки стартовалі з полтора метровага пантона. Единственное, о чём я тогда думала, это контрольные точки, на которые мне необходимо ориентироваться, чтобы плыть в нужном направлении. Потому что из воды не всё видно. И надо знать конкретные объекты, которые гарантированно будут видны. Плыла кролем, время от времени переходила на брас, снова кроль. В какой-то момент поднимаю голову і вижу, що я одна. Где-то впереди метров через 300-400 от мене лодка спасателей. Я думаю, наверное, это уже за мной. Потому что все проплыли, ощущение времени теряется в воде. Наверное, сейчас меня с позором доставят на финиш. Проплываю мимо – нет, не за мной. Не глядяши на серьёзную подрухтовку, что год сотні плывцовсы ходять с дистанции, сигнал для воротовальников – поднята уверх плавальная шапочка. Але і Татьяна, і другі удзельник з Гомеля, протпримальник Юрий Круталевич доплыли до финишу. Первые мысли были – почему так холодно? Первые минуты – 10. Потом солнышко грело, видимо, я даже згорел. Ноги сзади згорели в воде немножко. В наступном годі Татьяна Юрий знову планують принять у делу заплыве Прасбасфор. Коли пройдуть регистрацію, жадаючих з усягу свету шмат. А до этого Татьяна планує перадоліць Минскію по марафон разом з колегами. Вероніка Гамзюкова, Олесі Рудзянкова, Ігор Маришченка, телерадиокампанія «Гомель». КОНЕЦНЯ. БОДРА. БОДРА.